Сегодня утром в автодорожном пункте пропуска Брест сотрудники пограничной службы обратили внимание на автомобиль марки «Ниссан». Пограничным нарядом под осмотр транспортных средств после прохождения зеленого коридора на въезд в Республику Беларусь автомобиль был направлен в бокс для проведения его досконального осмотра. В результате тщательной проверки было изъято 250 тысяч долларов США, которые автовладелец умышленно спрятал в межпотолочном пространстве между обшивкой и нишей для заводского люка. Потому попытка незаконного ввоза иностранной валюты из-за границы закончилась для владельца автомобиля «Ниссан» неудачно. 25 сентября рано утром в ходе оформления автомобиля «Ниссан» следующего на въезд в Республику Беларусь по зеленому коридору сотрудниками пограничной службы были выявлены признаки, косвенно указывающие на нахождение в салоне автомобиля, его конструктивных особенностях, предметов административного таможенного правонарушения. После прохождения линии зеленого коридора сотрудникам пограничной службы было предложено водителю пройти углубленный досмотр его автомобиля. В боксе углубленного досмотра в ходе проверки осмотра салона транспортного средства в межпотолочном пространстве между обшивкой потолка автомобиля и нишей для люка были обнаружены денежные средства. Как позже выяснилось, это была валюта долларов США в сумме 250 тысяч долларов. На вопрос, откуда у водителя такая сумма, он уверенно ответил, что деньги получил за границей, как залог за последующую продажу дома, находящегося в его собственности на территории Беларуси. На этот счет проводится проверочное мероприятие, однако средства в размере 250 тысяч долларов США были изъяты. Благодаря географическому положению туристы на Брещене нередкие гости, особенно нелегальные, которые решаются пересечь границу, так сказать, в обход пограничных пунктов. Чаще всего это выходцы из азиатских и африканских стран. Однако, благодаря слаженной работе Брестских пограничников, незаконное пересечение белорусской границы заканчивается неудачно. В осенний период на участке Брестской пограничной группы продолжает иметь место случай незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска. Последние случаи произошли на участке Брестской пограничной группы, на участках пограничных застав последние четыре дня. Было задержано 5 нарушителей государственной границы, которые пытались в обход пункта пропуска пересечь государственную границу. Приехали сначала по делу, потом решили перейти в Польшу. Потом передумали. И сами пришли на ГАПП. Ну а что сподвигло на переход? Не понял. Почему решили перейти? Что туда привлекло? Особенно ничего. Просто хотели посмотреть. У нас там сейчас трудные времена. Нет работы. Не хотели туда попасть. Но не получилось. К сожалению. Ежегодно белорусскую границу пересекают миллионы транспортных средств и физических лиц. Как показывает практика, наши пограничные службы несут вахтуру бежей страны ответственно. Потому попытки проскочить, переплыть, перебежать изначально провальны. А у современных комбинаторов сложных схем с корнями атостапа Бендера есть выбор, на чьих ошибках учиться. На наш взгляд, лучше на чужих.